Уважаемые коллеги, мой доклад будет посвящен возможностям современной методики стадирования акселярной области, а именно таргетной акселярной лимфодисекции. Как уже сегодня не раз мы говорили, биопсия сигнальных лимфатических узлов является стандартом диагностики региональных лимфатических коллекторов при раке молочной железы. И на сегодняшний день у нас есть стандарты практически под любую клиническую ситуацию при выполнении биопсии сигнальных лимфатических узлов и тех случаев, когда мы можем отказаться от акселярной лимфодисекции. Но стоит помнить, что именно при раке молочной железы биопсия сигнальных лимфатических узлов была неким локомотивом развития методики БСЛУ как таковой. Поэтому все исследования, которые так или иначе связаны с биопсией сигнальных лимфатических узлов, они в основном про молочную железу. И самым интересным из этих исследований является вопрос проведения стадирования акселярной области у тех пациентов, у которых изначально лимфатические узлы были поражены. На сегодняшний день, если у пациента уменьшается первичный очаг в молочной железе на фоне надеватной химиотерапии, мы можем выполнять хирургическое вмешательство в пределах новых границ опухоли. Но если же у пациента, у которого изначально лимфатические узлы были поражены, они превращаются в категорию N0, мы все равно должны выполнять акселярную лимфодисекцию. Некая несправедливость по отношению к лимфатическим узлам в сравнении с первичным очагом в молочной железе. На сегодняшний день у нас существуют рекомендации по отказу от полной акселярной лимфодисекции после надеватной химиотерапии у тех больных, которые с категории N0 перешли в категорию N0. Если мы рассмотрим рекомендации общества Сан-Галлен, которое сейчас проходит, то мы можем отказаться от акселярной лимфодисекции, если мы удалили три более сигнальных лимфатических узла, и в них нет опухолевых клеток. Рекомендации NCCN говорят о том, что мы можем отказаться от полной акселярной лимфодисекции, если удаляем два сигнальных лимфатических узла и более. Также используем двойную маркировку сигнальных лимфатических узлов радиоизотоп плюс краситель. И если мы удаляем клипированный до надеватной химиотерапии лимфатический узел с метастазом, естественно, в случае, когда все эти лимфоузлы без метастазов, мы можем не выполнять полную акселярную лимфодисекцию. И у нас уже на самом деле есть результаты достаточно большого количества исследований, которые доказали, что действительно при удалении трех и более сигнальных лимфатических узлов частота ложно-отрицательных результатов процедуры снижается с 14% до 7-9%. В нашем учреждении мы провели собственное исследование, которое было опубликовано в журнале «Вопросы онкологии», посвященное как раз-таки стадированию акселярной области. И у нас получились результаты, сходные с теми, которые показывали зарубежные коллеги. Да, действительно, при удалении трех и более сигнальных лимфатических узлов частота ложно-отрицательных результатов составила 4,7%. При этом частота ложно-отрицательных результатов на все случаи практически 13%. Но частота идентификации трех и более сигнальных лимфатических узлов составила лишь 49%. То есть фактически у половины больных, которые достигли статуса YCN0, мы не можем им выполнить только биопсию сигнальных лимфатических узлов. Нам приходится делать акселярную лимфодиссекцию, так как они не подходят под критерий безопасного выполнения. При этом, если мы обратимся к исследованию Альянс, то еще одним вариантом улучшения показателей ложно-отрицательных результатов является маркировка лимфатического узла перед началом надевантной химиотерапии и дальнейшее его удаление в рамках биопсии сигнальных лимфатических узлов. Для того, чтобы промаркировать лимфатический узел, можем ввести в него какой-то краситель, можем пальпировать его после каждого цикла химиотерапии, можем проводить ультразвуковое наблюдение лимфоузлов, можем ставить рентген-контрастные клипсы. Но все это нас подталкивает к одному вопросу. Как найти нужный лимфатический узел во время операции, если на вид все лимфатические узлы в акселярной области одинаковые? И на помощь нам приходит совершенно новая методика, которая называется таргетная акселярная диссекция. Смысл этой методики в том, что мы устанавливаем в пораженный лимфатический узел до начала надевантной терапии не просто некую метку. Мы используем микроисточник с радиозатопом йода-125. Данный микроисточник устанавливается под контролем ультразвукового исследования. На данном слайде, на картинке слева, вы можете увидеть, что это лимфатический узел, в центре которого находится как раз-таки микроисточник с радиозатопом йода-125. В дальнейшем пациенты проходят надевантную химиотерапию согласно всем национальным и международным рекомендациям. И во время хирургического этапа им выполняется стандартная методика биопсии сигнальных лимфатических узлов с помощью гамма-датчика. И в ходе этого же исследования у нас есть возможность найти лимфатический узел, промаркированный микроисточником, который изначально действительно был поражен опухолевыми клетками. Почему используются микроисточники именно с радиозатопом йода-125? Во-первых, потому что они есть и используются в современной онкологии, а именно в онкоурологии при низкодозной брахиотерапии ракопредстательной железы. Данные микроисточники имеют оплетку из викрила, которая позволяет зафиксировать его в лимфатическом узле без возможности миграции. Сохраняется активность данного микроисточника на протяжении всего периода на одевантной химиотерапии. Ну и самый главный плюс, конечно же, это возможность интероперационного обнаружения лимфоузла с микроисточником при помощи стандартного гамма-датчика, используемого при БСЛУ. Очень часто нам задают вопросы, какова активность данных микроисточников, период полураспада данного источника 59 дней. И еще одним вопросом очень часто является, влияет ли излучение самого источника на опухолевые клетки. Вопрос очень сложный. Если бы очень сильно влиял, то, скорее всего, результаты ложно-отрицательные были бы скомпрометированы. Но также нужно еще понимать, что достижение терапевтического эффекта при брахиотерапии ракопредстательной железы достигается тогда, когда в предстательную железу вводится 75 и более микроисточников одновременно. А мы для лимфатического узла используем только один. На данном слайде представлены результаты таргетной акселярной диссекции. Есть исследования американские, есть исследования европейские, МАРИ, КЛИП, ТАТ. И во всех этих исследованиях частота ложно-отрицательных результатов не превышает 10%. В нашем учреждении частота ложно-отрицательных результатов таргетной акселярной диссекции составила 5,3%. При этом безопасность самой процедуры не зависит от числа удаленных сигнальных лимфатических узлов. То есть у нас нет привязки к этому священному числу 3. Также у нас уже есть результаты по выживаемости больным, которым выполнялась таргетная акселярная диссекция или биопсия сигнальных лимфатических узлов, без акселярной лимфодиссекции при переходе из категории N+, в категорию YCN0 и, соответственно, YPN0. Также можем видеть, что частота акселярного рецидива во многих исследованиях не превышает даже 1%. При этом период наблюдения в некоторых исследованиях достигает 100 и более месяцев. Возвращаясь к стандартам стадирования региональных лимфатических узлов, к уже имеющимся хотелось бы добавить как раз-таки стандарт митцинокологии Петрова, посвященный пациентам, перешедшим из категории N+, в категорию YCN0, а именно удаление трех и более сигнальных лимфатических узлов, если у нас не промаркированы лимфатические узлы, и удаление как раз-таки маркированного лимфатического узла, а именно таргетная акселярная диссекция. Еще одним очень интересным вопросом в биопсии сигнальных лимфатических узлов являются те пациенты, которым вообще можно не выполнять, казалось бы, хирургическое стадирование акселярной области. Это те же самые пациенты, которые достигают полного патоморфологического регресса, то есть R2-позитивный, трижды негативный рак молочной железы, но которые были изначально категорией N0. По данным зарубежных исследований, в которых принимали участие несколько тысяч пациентов, частота обнаружения метастазов в лимфатических узлах у больных, которые достигли полного патоморфологического регресса первичного очага в молочной железе при хирургопозитивном и трижды негативном раке молочной железы не превышает фактически полутора процентов. Логичный вопрос, зачем вообще выполнять какое-либо стадирование акселярной области, в том числе БСЛУ у данной категории больных, если сама по себе частота ложно-отрицательных результатов в БСЛУ гораздо выше вероятности найти там опухолевые клетки. Ну, говоря о перспективах стадирования акселярной области, на сегодняшний день уже ведутся исследования, например, Альянс А112-02, где сравнивается лучевая терапия и акселярная лимфодисекция при позитивных сигнальных лимфатических узлах после наодевантной химиотерапии. И также еще одно исследование NSA-BP-B51, где лучевая терапия сравнивается с наблюдением у пациентов, которые достигли категории YPN0 после наодевантной химиотерапии. Еще перспективные исследования, о которых уже сегодня говорил Александр Валерьевич Камехов, это, конечно, вообще полный отказ от хирургического стадирования акселярной области. Спасибо за внимание, коллеги. Продолжение следует...